Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Манутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я нахожусь в прекрасном настроении, по причине того, что я сходила к врачу, вспоминала, как называется по-русски глазник, пока готовилась к видео, вспомнила, что его называют аккультист, и интересное, почему меня порадовала сам поход к врачу, это о том, что я получила как раз подтверждение, как нам дают фильтры, либо убеждения, если мы их принимаем за чистую воду без каких-либо проверок, таким образом мы создаем для себя убеждения. И порадовала меня о том, что сегодняшний поход немножко огорчил, что заболевание глаз все еще продолжается, и нужно приложить еще усилия для того, чтобы полностью вылечиться. Ну, порадовала меня врач тем, что сказал, вы знаете, говорит, а с возрастом, говорит, все люди носят очки, и, возможно, в будущем и вы тоже будете носить. Вот, то есть прям была такая, знаете, убежденность, именно что с возрастом зрение обязательно портится. Вот, и когда мне говорят такие вещи, я очень радуюсь. Почему? Потому что я постоянно хочу доказывать этим людям, что это лишь убеждение. И если вы в это верите, да, ну, это, знаете, из той категории, как говорим, сапожник без собок, так, когда приходишь к диетологу, а он такой пухленький, да, с животиком, и говорит, сейчас я вам расскажу, как надо правильно питаться. Вот и я пришла сегодня к оккультисту, оккультист, да, оккультизал, вот, и вижу женщину в очках сидящую. Ну, прекрасно. То есть бывают такие врачи, которые меня очень забавляют тем, что вот прям вот так, все, прям, знаете, вот приговоры. Вот эти вот приговоры, я как настоящий бунтарик, они меня бесят, они меня раздражают, но при этом практики, продолжая делать даже на приеме у врача, ну, то есть расширять свое мировоззрение, да, уже как-то более спокойно относиться к таким заявлениям. Раньше бы, если честно, я бы как-то среагировала, да, но сегодня я тоже достаточно остро среагировала, своим собственным молчанием просто не разговаривала, потому что очень интересно, забавно, когда люди, вы прям знаете, вот эта вот паника с этим вирусом, но, в общем, неважно. Короче говоря, я хочу, объясняю просто, почему у меня такое прекрасное настроение, что меня забавляют такие приговоры, что все, у вас испортило зрение, вам нужно носить очки, у вас это, у вас пятое, десятое. Нет, очень-очень забавляет, но, с одной стороны, с другой стороны, медицина для того, что она им нужна, чтобы мне корректировать, да, я понимала, каких еще практик мне нужно сделать, вот, на чем еще нужно поработать над собой. Плюс ко всему я поняла, что улучшение зрения, да, оно показывает, показатель того, что, да, я готова пойти в новое, но завуалирована, да, то есть внешне, я говорю, да, я уже не так сильно сопротивляюсь тому, чего я боялась, да, долгое время, вот, уже как-то, знаете, одной ногой приняла, а другой нет. Вот то, что я не приняла, она как-то завуалированная болезнь осталась. Ну, это так, чтобы повеселиться и заодно показать вам, действительно, что то, о чем я говорю, то, о чем я вещаю, это действительно для меня образ жизни, то есть я так живу, непосредственно общаясь вот именно с разными людьми, да, то есть те практики, которые я изучаю, да, то, что я практикую, то, что я вам периодически говорю, попробуйте вот это, попробуйте вот это, я это и делаю. Вот, и это было очень-очень забавно сегодня, знаете, вот как площадка, такое ощущение, что попался, да, дорывался до живого человека, вне твоей семьи, вот, и давай сразу на нем практиковать все, что ты знаешь. Это вот было такое сегодня. Поэтому я хочу сказать, подумайте, да, на тем, какие приговоры вам в жизни ставили касательно именно вот таких категоричных убеждений. Это приговор, это действительно приговор, потому что это лишь мнение одного человека, а не необщее, потому что в моем окружении есть люди, которые намного старше меня, которым уже далеко за 50 и за 60, и они носят очки, вот, и мне просто это сегодня повеселило. Это один момент, и еще секундочку я у вас заберу, и потом мы перейдем сразу к раскладу. Ну, я просто болтушка, а сегодня хорошее настроение, а я знаю, что вам нравится. И когда я улыбаюсь, да, вам это тоже дает какой-то позитив. Хочу сказать вот одну такую вещь, касательно личных консультаций, у меня к вам огромная просьба. Дело в том, что когда записываетесь ко мне на консультацию, я в переписке достаточно могу казаться не то, что формальной, а сухой и строгой, вот, поскольку нет возможности голосом объяснить. Поэтому я хочу сказать вам одну такую вещь, что для того, чтобы прийти ко мне на консультацию, я как этот, Геракл, да, все время какие-то преграды ставлю, но на самом деле они объяснимы. Почему? Потому что обычно люди приходят, которые просто запутались и не совсем понимают, допустим, что у них там в жизни происходит, да, либо как разобраться. И предварительно для записи, прежде чем вы будете оплачивать мою консультацию, я всегда про это говорю, задумайтесь о конкретных вопросах, то есть какой конкретный вопрос мы будем с вами разбирать. И иногда бывают такие моменты, что пишут люди, что вот у меня, например, там, я не знаю, долгое время не могу разобраться с собой, я нахожусь там в депрессии, либо в аппати. Вот, я хочу сделать акцент сейчас на слово депрессия. Имейте в виду, что депрессия – это болезнь, да. А когда мне, допустим, человек пишет, да, у меня депрессия, я это воспринимаю буквально, да, то есть у человека есть заболевание, депрессия – это серьезнейшее расстройство нервной системы, это заболевание, это не просто у меня нету настроения, у меня нету желания, это жуткая, мерзкая вещь. На самом деле депрессия, у меня был такой период, около 20 дней, когда я вообще не вставала с кровать, у меня была сильнейшая депрессия, я не хотела вставать, меня силком кормили, потому что у меня не было аппетита, я ничего не ела, и я вообще не вставала с кровати. То есть единственное, когда даже, допустим, по каким-то нуждам, да, я долго думала, вставать мне или нет. Я уже не говорю о том, чтобы искупаться. Такого вообще не было, меня за волосы тащили в ванну, потому что вот эти вот постоянные слезы – это не то, что у тебя нет настроения, это слезы, постоянные слезы, нежелание вставать с кровати, причем без каких-либо особых причин. Поэтому я и говорю, что депрессия – это серьезное заболевание. Поэтому имейте в виду, что если вы мне напишите о том, что у вас есть депрессия, я вас сразу направлю к психологу либо к психотерапевту, к специалисту. Почему? Потому что не реально работать, это еще, знаете, еще с коучингом было такое, у нас есть определенный запрет, с кем мы не можем работать в коучинге. И я эту модель для себя перенимаю и в втором. Еще раз скажу, я не коммерческий человек, я не гонюсь за деньгами, не то, что я их не хочу, либо я их не люблю, это будет вранье, я их люблю и хочу, мне нравится. Деньги, и поэтому я и не работаю за бесплатно. Но с другой стороны, я человек. Это и с уважением отношусь к вам. Я не буду наживаться на чужой боли. Для меня это очень-очень принципиально. Я вообще принципиальный человек в одной этих вещах. И поэтому, когда мне будете писать, либо говорить, у меня там какие-то психологические расстройства, либо депрессию, я вас сразу буду направлять к психологу либо к психотерапевту. Почему? Потому что с категориями людьми, у которых расстройство, неважно, большие, маленькие нервные системы, это расстройство. То есть человек в кавычках, неадекватный в кавычках, еще раз скажу. Люди, которые перенесли какое-то насилие, как физическое, так моральное. Люди, которые долгое время жили с абьюзерами, с ними тоже нереально работают. Люди, которые принимают медикаментозные препараты, например, снотворные, вот в таком формате. Ну и в том числе те, кто принимает алкоголь. С ними работать нереально. Почему? Потому что я работаю с осознанностью. То есть мне важно вам прояснить картинку, мне нужна ваша включенность. А любые психологические немножко отклонения, я просто не смогу до вас донести какую-то информацию очень важную, понимаете? Потому что вы будете убегать либо в иллюзии, да, и мне надо будет с вами уже работать не как таролог, а как психолог, да. У меня нет такой специализации. Но сидя такой лишней ответственности, я брать не могу. Поэтому я вас очень прошу искренне, я извиняюсь, если я кому-то так пишу, но это без обид. Да, я не хочу, чтобы меня обжать. То есть я не хочу показать, что вы сумасшедшие ни в коем случае, потому что единственное сумасшедшее, это я на самом деле. Все остальные, в принципе, это ненормальные. Просто я хочу показать, чтобы вы понимали иногда употребление каких-то определенных слов, именно в терминологии, в психологии, да, таких как депрессия, это болезнь, да. Поэтому я могу посмотреть, допустим, почему человек запутался, да, что у него там происходит, либо сделать анализ. Но опять-таки, если вы находитесь в таком настроении, да, ну, упадческом состоянии, то есть это не просто у вас нету настроения, что естественно у всех бывает, а именно действительно заболевание. Я не смогу с вами работать, и я об этом честно и открыто говорю. То есть так же, как я говорю о том, что для меня Таро, и сегодня мы с вами будем смотреть это в раскладе, не гадательная система, не предсказательная система. У Таро намного глубже смысл. Таро – это система. Это не оракульные карты, и в них есть намного больше, как бы так сказать, не то что знаний. Таро – это одна из систем с помощью символов и знаков, когда мы можем получить информацию от наших учителей, либо информацию с более высокого плана. Поэтому я не говорю о том, что мы не можем предсказывать будущее, но опять-таки многие вещи, которые я слышу, которые я знаю, они противоречат просто тем знаниям, которые есть у меня. И вот в этом-то на самом деле мне, возможно, по сравнению с другими тарологами, намного сложнее. Как я сказала на одной из консультаций, когда запрос был непосредственно про род, я уточнила, что значит в вашем понимании род. Потому что предки, то есть бабушка, девушка – это не род. То есть те знания, которые есть у меня, они разнятся намного от тех общепринятых знаний, что такое, например, род, там, я не знаю, о воплощении, о том, как устроен мир. И мне бывает сложно, это сложность моя личная, индивидуальная, и тем самым я очень много клиентов отталкиваю от себя, которые хотели бы прийти ко мне. Но, блин, то, что знаю я, оно намного разнится от того, что общепринятые слова есть. И для того, чтобы передавать информацию, нужно разговаривать с клиентом на одном языке. И если в моем понимании род – это одно, а у клиента понимание род – это наши бабушки и дедушки, то информация, которую буду обещать я и подразумевать, например, под словом род, она не будет совпадать с той информацией, которая есть у человека. То есть у нас уже априори разные картины мира, и сложно будет найти какой-то общий язык. Не то, что это нереально, мне просто нужно будет научиться очень много объяснять, рассказывать, понимать, для того, чтобы найти какой-то общий, какой-то знаменатель в консультации. Поэтому я всегда уточняю такие вещи, что значит депрессия, что вы подразумеваете под этим, что вы подразумеваете под этим, например, под словом эгрегор, что это за эгрегоры. Когда, например, мне говорят о том, что люди, я, например, крещен, меня тоже крестили, но я не отношусь к данному эгрегору по одной простой причине, что крещение – это обряд, на самом деле, это ритуал, и его должен делать не священник, который не владеет. Информация того, как нужно сделать ритуал, не в плане того, как принято делать, нет, а это настоящий ритуал, и раньше этим занимались маги. Ну, это так, небольшая ремарочка. Просто я вспомнила одну из консультаций, и поэтому я вам говорю. Это сейчас не для того, чтобы обсуждать эту тему. Это я хочу вам просто показать, что те знания, которые есть у меня, они разнятся от тех знаний, которые есть у людей, которые просто не занимаются тем, чем занимаюсь я, и не изучаю то, что изучаю я. Это неплохо и нехорошо. То есть я не хочу разделить себя от вас ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы вы увидели немножечко мою позицию, да, с моей стороны, потому что с вашей стороны я ее смотрю, а с моей стороны люди, как правило, не смотрят, ну, во-первых, потому что они приучены, а во-вторых, и не совсем-то интересно, почему окажется внешне, что я просто от кого-то отказываюсь, что я слишком высокомерная, что я не знаю, там, горделивая или еще что-то. Нет, просто если бы, ну, я не знаю, если, допустим, взять ученика 10-го класса, взять ученика 1-го класса, как и те, и другие смотрят, например, на грамматику, то вы понимаете, что разница большая, взгляды абсолютно другие. Вот. И общее понимание, ну, сложно будет найти. Это не оправдание, я просто хочу, чтобы вы сейчас, ну, на будущее, когда вы решите прийти ко мне на консультацию, чтобы не обижались, если я, допустим, я вам скажу, что, возможно, я вам не подхожу, возможно, вам подходит такой специалист, да, то есть это не только, допустим, психолог, я могу отправить человека, например, а может быть, я не знаю, какому-то другому специалисту, да, например, там, нумеролог вам нужен, астролог, я не знаю, не я. Это к тому, что, ну, я просто не гонюсь за деньгами и не собираюсь наживаться на каких-то, ну, ваших проблемах, потому что в первую очередь я ставлю себя, помним, да, что я эмпат, и я чувствую боль другого человека, и я ставлю себя на ваше место, то есть мне бы не хотелось, чтобы мной кто-то пользовался, как это было ранее, это очень неприятно, поэтому я стараюсь быть, ну, максимально справедливой, честной, в моем понимании, да, я озвучиваю. Так, это типа я хотела немножко поговорить, немножко на 20 минут, ну, прошу прощения. Сегодня у нас с вами, так, мы переступаем, да, приступаем к раскладу, сегодня у нас с вами расклад, чем закончится моя ситуация, это будет, сейчас поясним, во-первых, мы сделаем две позиции всего лишь, да, а во-вторых, что я хочу посмотреть в этом раскладе, я хочу посмотреть анализ непосредственно самой ситуации, да, и отвечая на вопрос, чем закончится моя ситуация, я расскажу, знаете, как-то больше некую такую, хочется вариативность, да, чтобы опять это не звучало как приговор, который я очень не люблю, потому что это вот так вот прям закончится, нет, а некие, я бы сказала так, больше советы посмотреть, от того, да, что если вот, ну, вариативы, да, причину-следственную связь, то есть если вы сделаете это, получите это, вот, поэтому акцент больше на анализ. Так, две позиции, очень интересный расклад, по крайней мере, был для меня, когда я нашла по Пиндаке, известному всем, проще говоря, это работа со стихиями, вот на его основе мы и сделаем сегодня расклад, но основное я буду делать на Тару Темного Солнца, Тару Темного Света, вот, а дополнительные карты буду вытаскивать на Араполе, все больше и больше, начинаю его любить, потому что, кстати, через карты со мной разговаривает мой учитель, ну, мне его так легче воспринимать символику через символы, вы тоже, кстати, общаетесь со своими учителями, но не все, правда, об этом знают, либо не умеют считывать, интерпретировать, да, я бы сказала, символы и знаки. Итак, две позиции мы сказали, первая и вторая первая и вторая, загадывайте свою ситуацию и загадывайте карту, мы, еще раз скажу, в общих чертах я ее буду говорить, неважно, какую тему вы загадываете, мы попробуем немножечко проанализировать ее и посмотреть. Впервые делаем расклад, посмотрим, что из этого выйдет, когда я пробовала на себе, мне понравилось. Так, готовы? Первый, второй. Отодвигаю, кольные сюда, отодвигаю побольше места. Так, наверное, я сразу выложу все карты. эту колоду оберю. Итак, ваша непосредственная ситуация, что на нее влияет? Сейчас я, наверное, переверну. Да, достаточно значимая для вас, очень важная ситуация, потому что наличие три из семи карт трех великих арканов указывает, говорит мне о том, что очень действительно важная и значимая ситуация для вас. Итак, в общем, что влияет на вашу ситуацию? Вашу ситуацию влияет непосредственно, независимо от того, какая ситуация, гармоничное взаимодействие, именно гармония. вот знаете, вот это вот спокойное состояние, это внутреннее какое-то такое, знаете, успокоение, понимание, не конфликтность, а именно гармония, которая вот это ваше, знаете, это либо некий такой баланс, который вы внутри себя хотите найти, да, либо то, к чему вы стремитесь. и это основа всей ситуации, то есть о чем это? О том, что для того, чтобы эта ситуация как-то разрешилась, да, либо чтобы вам понять, что пошло не так, либо что идет правильно, вот фильтр, да, так скажем, главное влияние на ситуацию, это как раз и непосредственно вот этот вот внутренний баланс, внутренняя гармония, гармония как внутри себя, так гармоничное взаимодействие с другими людьми, то есть непосредственно на всю ситуацию для вас будет очень, очень важно то, как вы взаимодействуете с другими людьми. Что вы думали, либо какие планы строили, да, когда вот эта вот ситуация либо началась, либо, так хочу сказать, когда вы влипли в эту ситуацию, вот, когда эта ситуация в общем создавалась, то есть все как это случилось, все как это создалось, какие у вас были планы, во-первых, у вас планы были связаны непосредственно, знаете, с ценностями достаточно глубокими, возможно, вы очень много думали над своими приоритетами, то есть прежде, ибо во время этой ситуации, когда она уже сложилась, то есть сейчас мы рассматриваем непосредственно стихию воздуха, то есть то, что мы думаем, что мы держим в своей голове касательно данной ситуации, а держим мы следующее, то есть во-первых, переоценка ценностей, очень глубокая переоценка ценностей, это расставление приоритетов, это ощущение того, что мы уже взрослеем, это ощущение того, что если, допустим, это касается профессиональной сферы ситуации, то я хочу, например, уже работать по своему предназначению, что-то такое важное, если эта тема касается здоровья, то вы думали о том, что как бы выздороветь, да, вот именно перерождение, если вы думали, ну неважно, о любой другой ситуации, то здесь идет информация о том, как бы ее завершить, то есть как бы вот на этом поставить точку и все, и идти, двигаться дальше, да, возможно, это какой-то сценарий, который долгое время крутился, либо еще и до сих пор крутится в вашей голове, вы строите план о том, что все, я хочу поставить точку, я хочу уже это завершить, меня это уже достало, этот сценарий, возможно, который у вас прокручивается в голове, вы уже хотите с этим разобраться, то есть такой период такой период очень значимый, очень важный, когда хочется, знаете, вот каких-то, может быть, знаков свыше, да, каких-то знаменований, возможно, вы думали, кто-то молился, возможно, как-то просили о помощи свыше, да, чтобы как-то вот не то, что судьба вмешалась, а чтобы, по крайней мере, высшие силы вмешались, либо какие-то знаки вам показали, то есть это действительно очень значимая либо ситуация, да, для вас, либо вот этот вот момент ее разрешения, он для вас очень важен, вы долго думаете об этом, да, все мысли, вот такое ощущение, что вот ваша голова полностью занята, именно этими мыслями, вот сказала, молились, выпала карта молитвы, да, здесь надежды, и выпал оборотень, взяла оракольные карты, я их покажу, потому что они просто красивые, да, когда было желание, знаете, вот превратиться из такого человека, знаете, как-то вот трансформироваться, переродиться, очень-очень сильно надеялись, и именно на этот момент, прям, вы знаете, здесь какое-то очень желание есть, и много времени это у вас занимает, хорошо, что касается чувств, то есть, как влияет эта ситуация на ваши чувства, да, на ваш чувственный аспект, на ваше состояние, но здесь очень много мечтаний, здесь очень много фантазий, иллюзий, возможно, здесь есть как-то желание касательно вашего потенциала, да, как-то, возможно, раскрыть какие-то свои способности, здесь очень много эмоций, но реальности, как таковой, здесь не так много, почему? Потому что у нас здесь еще и выпадает луна ниже, потому что очень много фантазий, очень много придуманного, да, сильно, я могу сказать, знаете, как-то влияние вашей семьи, либо вашего очень близкого окружения, и здесь такое ощущение, что у вас есть состояние некого такого побега, то есть, у вас как будто бы вот достало, я не знаю, вот это вот окружение, которое, оно для вас уже не ценно, помните, в голове у вас касательно данной ситуации идет переоценка ценностей, здесь получается то, что вы как будто бы убегаете в эти состояния, чтобы не видеть то окружение, которое вас не, вам не нравится, то есть, то, что происходит вокруг вас, вас это совсем не радует, очень много каких-то конфликтных ситуаций, да, здесь такое вот окружение, здесь такое ощущение, во-первых, что вы его переросли, да, но вот как-то вот нету либо возможности выйти на другой уровень, что ли, либо вот вы как-то вот убегаете, то есть, есть здесь еще что-то, что вас ограничивает, но в голове своей вы понимаете, что уже пришло время, уже надо поставить точку, но пока вы этого еще не делаете, а лишь находитесь вот в состоянии каких-то иллюзий, что вы, да, здесь карта как раз-таки уединения, да, когда вы больше закрываетесь, поэтому эмоциональное ваше состояние, да, вы здесь закрыты, либо физически вы еще закрыты, но здесь, мне кажется, больше по состоянию, такое ощущение, что вы закрываетесь в этой ситуации, то есть, свои эмоции вы не показываете, вы больше находитесь, опять-таки, вторая карта, говорящая о мыслях, да, о фантазиях, о нечто таком придуманном, может быть, здесь даже еще есть ваше желание, но мы помним, что общее, да, общее влияние на эту ситуацию, это гармония, это двойка, кубка, да, это непосредственно состояние баланса и любви, поэтому для вас это важно, и как я вижу, то есть, получается так, что внешний мир, он достаточно жесткий, конфликтный, но имейте в виду, что внешнее, оно всегда отражает наше внутреннее, значит, где-то возможно, есть внутри вас, вот это вот какая-то конфликтность, какая-то агрессия, может быть, и потому что карта мыслей, и здесь выпал оборотень, да, как некое такое перерождение, то есть вы показываете не то, что вы есть на самом деле, и вы уже внутри себя чувствуете, то есть вообще, что вы хотите как будто бы стать другим человеком, как будто вы хотите стать, знаете, вот именно вот таким сбалансированным, гармоничным человеком, а в этой ситуации, это нет, здесь я вижу, что нету каких-то вот напрямую жестких карт, ну, по крайней мере, пока, но есть какая-то такая, знаете, вот завуалированная, да, неприязнь, и вот разделение мира на вы и другие, хорошо, давайте теперь, это у нас была стихия воды, перейдем к стихии огня, которая говорит у нас о лидерстве, да, о том, как мы можем, о наших амбициях, о нашем... Соль. Такое у нас тоже говорит, Майдан, о наших амбициях, да, о том, как мы проявляем себя касательно данной ситуации, да, в социуме, как мы реализовываем, возможно, эту ситуацию, как мы ее решаем во внешнем мире, то есть внутри мы посмотрели, что мы больше уходим в какие-то иллюзии, да, очень много думаем, размышляем, у нас есть желание, а как же вовне? а во мне это выражается как... то есть здесь у нас вот как раз таки и происходит то, что вот мы слишком напористы, да, возможно, где-то одержимы именно решением завершить, да, поставить вот эту точку, возможно, где-то мы можем быть как-то конфликтны, можем спорить, очень сложно мы идем на какой-то компромисс, почему? Потому что пока еще не умеем взаимодействовать, да, с людьми, пока еще не владеем словом, так хорошо не можем объяснить ту суть, то есть задачи, ситуации, да, которые у нас есть, и... и тем самым мы иногда сами себе причиняем даже какой-то вред, потому что люди как будто бы нас сторонятся в контексте данной ситуации, они видят нас достаточно жесткими, да, и конфликтными, человек, который отстаивает свою правду любым способом, человек, который... вот что ему в голову сбрело, да, то есть иногда слишком, может быть, чрезмерно упертый, да, вас сложно переубедить, и вы не откажетесь от своего какого-то решения. Имейте это в виду, потому что так вы проявляетесь в социуме. Давайте я уточню. Да, здесь может быть еще то, что как будто бы вам кажется, что вы претерпеваете какие-то неудачи, да, то есть в вашем пути, как будто бы вам кто-то ставит палки в колеса. Как будто бы вот сейчас такой период, да, вот именно связанной ситуации, что вы... Ну, есть очень много каких-то препятствий, сложностей, то есть по идее путь должен быть открытым, легким, но вот вы сталкиваетесь именно на своем путешествии, на своем вот этом вот пути, проявлении себя в социуме касательно данной ситуации, как, наоборот, не человека везучего, а наоборот, как будто бы, я не знаю, то ему надо будет, допустим, со всех просит, там, я не знаю, один-два документа, а с вас прям целую, условно говоря, родословную, да, надо это принести, это принести, то есть такое ощущение, что вот как будто бы вселенная на вас срывается, да, это еще один показатель, значит, здесь у нас были уточняющие как-то здесь и здесь, которые говорят о какой-то воинственности, да, как будто бы мир враждебен, ну, то, по крайней мере, проявляет себя, вам очень сложно, вам надо прорываться как будто бы через эту паутину именно в решении вашей задачи. Хорошо, и теперь мы переходим непосредственно к стихии земли, к материям, да, к деньгам, какой же результат, да, вот в связи с вашим вот таким поведением, какой же результат вы получаете в данной ситуации, а результат, он непонятный, то есть вы не видите этого результата пока еще, то есть все достаточно мутно, все достаточно непонятно, неопределенно, это может вас даже еще больше как-то пугать, напрягать, может где-то здесь и раздражать, потому что я не могу сказать, что вы предпринимаете какие-то вот конкретные прям действия, да, либо у вас есть четкий план, и вы хотите, ну, то, как вы сможете реализовать свою вот эту вот ситуацию, разрешить большее желание поставить точку, завершить, есть некие состояния, да, опять-таки иллюзии, фантазии, из-за того, что нету конкретного плана действий, да, вы действуете прям, есть правда, и это правда только моя, достаточно жестко, и как следствие, какой результат вы получаете, опять-таки результат как раз-таки непонятный, мутный, здесь могут быть обманы, лжи, ложь, ну, не сказала ложь, как раз-таки выпал ораком, который, карта, которая называется воришка, да, здесь вас могут обматывать, и эта сфера у нас материальная, да, то есть это стихия земли, материя, что касается денег непонятно, да, здесь вот как раз-таки воришка выпал, здесь вы можете терять свои финансы из-за всей картины того, что у вас происходит. Да, карта монет. Вы теряете финансы. Почему вы теряете финансы? То есть либо результат не получаете, да, то есть есть какие-то обманы, вас разводят, вас обманывают, независимо, опять-таки это может быть и ситуация на взаимоотношении. Результат как такового нету здесь в потере. Почему? Опять повторюсь, потому что нету конкретного плана, нету в голове структуры ясности, понятности, четкости, кроме того, что вы просто как будто бы отпустили на, ну, как будто бы, пускай судьба решает, все у нас самотек, но при этом вот принятие того, что судьба пускай решает, а такого нету на самом деле. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а какая же энергия есть, существует искаженная, которая вот влияет на все это. То есть у нас общая, да, главная влияния на ситуацию, у нас гармония, то есть мы хотим, чтобы все было гармонично, то есть если, допустим, чтобы завершили статуи, завершилась ситуация, мы разошлись полюбовно, да, если, там, я не знаю, на работе, что какая-то сложная ситуация, чтобы она опять-таки полюбовно, ну, завершилась как-то спокойно, гармонично, да, именно при взаимодействии на равных, ты мне, я тебе, все как у взрослых людей. Но есть сила, которая влияет на вас, это, знаете, это хочется сказать сущности, да, которые влияют на вас, опять-таки, это те, которые пытаются нашей энергией, и нашей, так скажем, эмоциональной грязью. Любые эмоции, низких вибраций, являются грязью. И вот здесь вот эта вот сила, которая влияет на вас, она действительно воинственная, потому что пятерка мечей, она сама по себе, в соответствии с древосферот, она говорит об энергии некого такого бунтарства, да, когда мы идем против какой-то уже устоявшейся системы, когда мы хотим все разрушить, когда нас не удовлетворяет та система, в которой мы были до этого. Мечи же, у нас вообще сами по себе говорят о достаточно болезненных каких-то словах, да, когда могут быть конфликты, опять-таки, в унисон рыцаря мечей, когда у нас есть конфликты, когда я хочу одержать победу любой ценой, когда есть стычки, непринятие именно, знаете, вот какой-то вот жесткого давления, да, когда, возможно, распускают сплетни, здесь вот мы видели, да, распускают сплетни за вашей спиной, когда что-то говорят, когда оскорбляют, когда, знаете, здесь такое ощущение, пятерка для вас сфера, это сфера Гвура, там влияние на нее планеты Марса, вот, пятерки, они сами по себе у нас уроки, здесь получается так, что вы проходите вот это вот влияние негативное, оно не случайно, то есть вы должны пройти урок, уметь договариваться, да, уметь разговаривать, убрать вот эти свои ножи, здесь такое, знаете, как будто некое отстрекательство может быть, да, энергия такая, как будто вас все время провоцирует, то есть вы находитесь как ежик на готовности, вот эта вот энергия, она на вас сильно влияет и искажает этот, ну, эту ситуацию, то есть в плюсе, условно говоря, чтобы было понятно, у нас идет гармония, а в минусе, наоборот, борьба, да, в минусе у нас бунтарство, у нас сопротивление, да, вы полученные, да, это может быть профессиональная сфера, да, в знаниях, и целительные травы, а здесь вот прям необходимо некое такое успокоение, но борьба, она как раз-таки, знаете, как будто бы здесь идет борьба за власть, кто сильнее, кто умнее, кто больше знает, ну, знаете, прям под влиянием пятерки, и Марс, да, он у нас, там, Арканбаш, не да, влияет на это, у нас здесь получается, что у нас идет разрушение именно из-за нашего эго, а здесь именно в контексте того, что я знаю больше, я понимаю больше, это очень важный аспект, который показывает, почему у вас не происходит разрешение ситуации именно в ту сторону, в которую вы хотели, потому что есть вот это вот эго, которое перекрывает непосредственно двойку кубков, да, который перекрывает вот эту вот гармонию внутри вас, то есть это может быть, что вы по натуре такой спокойный достаточно, человек гармоничный, вам не нравится конфликтовать, но вы долгое время находитесь, помните, да, терка это то, что идет против системы, вы долгое время находитесь в этом балансе, вы постоянно хотите, и там нет никакого развития, и вот вас нужно вывести из этого баланса, потому что он уже пошел в перекос, и надо, чтобы произошло выравнивание, поэтому чем больше вы стремитесь к гармонии, с поиской такому, да, бесконфликтности, то есть это тоже своего рода побед, от того, что вы не принимаете, не желаете принимать противоположную сторону, да, что есть действительно ссоры, конфликты, некая такая борьба словесная, которая болезненна, вы от этого убегаете, и здесь получается для того, чтобы выровнять вот этот вот как-то вот баланс, да, у вас появляется вот эта вот вся ситуация, некой такой агрессии со стороны других по отношению к вам, и урок здесь наверняка он связан с тем, что нужно уметь отставить свою точку зрения, но поскольку на вас влияет именно баланс и гармония, вам нужно найти такой формат ваш индивидуальный, когда вы не порыцели мечей, когда бескомпромиссны, а будете находить такой формат общения, чтобы показывать людям своими, знаете, какими-то обоснованиями, да, своими какими-то утверждениями, другую сторону медали, чтобы и люди принимали, и возможно вашу точку зрения, и при этом, чтобы это было не конфликтно, а как-то знаете, как некий такой мозговой штурм, что да, есть соревнования, да, то есть вот эта вот соревновательная энергия по Марсу, но при этом она у вас не идет жестко, да, то есть вы можете где-то смягчить, где-то отступить, не для того, чтобы потерять что-то, либо проиграть, а для того, чтобы более мягко, более комфортно, что ли, я бы так сказала, прийти к тому, что вы хотите, здесь очень много напряжения, очень много жесткости, хорошо, что же вам, ну прошу прощения, но не вижу ничего, совет, что же поможет все-таки разрешить эту ситуацию в пользу, да, я сказала в начале расклада, что будет какая-то вариативность, что же вам поможет, вот в этой вариативности, а поможет вам как раз-таки обнуление, то есть, вот то, что вы хотите, да, перерождение в мысли, то, что вы думаете о том, чтобы ситуация завершилась, здесь как раз-таки совет вам обнулиться, не в плане того, чтобы начать все заново, а в плане того, чтобы расширить свое восприятие ситуации, что где-то в каких-то моментах, а мы это видели по пятерке мячей, вы слишком, если вы отстаиваете очень жестко свою точку зрения, это показатель того, что вы не принимаете какую-то другую точку зрения, и значит, следовательно, вы узконаправленно как-то, да, мыслите его в контексте данной ситуации. Здесь вам совет говорит о том, что вам нужно немножко расширить, да, кругозор, то есть посмотреть как будто бы на ситуацию с высоты птичьего полета и увидеть внизу вот этот вот лабиринт, в котором вы ходите, где есть выход, потому что сейчас вы выхода не видите, а вам нужно как раз-таки расширить, да, не хватает некой такой свободы взгляда, что возможно есть ситуация, вы ее не видите, потому что циклитесь, вот здесь нужна какая-то легкость, да, новый подход, достаточно расширенный, увидеть некий потенциал начала, то есть там, где есть завершение, есть одновременно и начало, то есть как вы можете вырулить всю ситуацию таким образом, чтобы ее завершая, она дала вам какой-то шанс на что-то новое, да, то есть не тот момент, когда одну дверь закрываем, и другая сразу открывается, и здесь вот это вот, ту молитву, которую вы в своей голове проговариваете, то, на что вы медитируете, что вы просите, вот здесь как раз-таки надо и поверить, да, то есть если вы просите о помощи, будьте добры ее принимать, через какие-то знаки, через какие-то символы, через какие-то образы, может быть сновидения, да, то есть где-то какие-то подсказки у вас есть, и вам нужно доверять, но вы им не доверяете, почему, потому что в реальном мире, на земле, вы находитесь в неком таком тумане, в луне, вы в физическом мире не видите, точно так же, как и на тонком плане, вы где-то там фантазируете, мечтаете, то в луне у вас все непонятно, да, очень много таких каких-то иллюзий, неведания, хотя при этом, да, вы себя позиционируете как человека, который знает, человек, который ведущий, вы же отстаиваете свою точку зрения, и это вот как раз-таки минус в данной ситуации, я не говорю, что вам не нужно этого делать, вам нужно просто пересмотреть, ну вот гнездо, да, как раз-таки очень созвучно с Арканом Шута, начало нечто нового, да, то есть здесь гнездо говорит о том, что пришло время выйти, да, выйти из каких-то своих ограничений, может быть в прямом смысле, да, переехать, если вы живете с родителями, да, если вы, наоборот, с детьми, может быть, ваши дети, пришло время, чтобы они, ну, отпустите их, здесь вот ключевое, как совет-рекомендация, отпустить, оставить все позади, вот и выпал ребенок, люблю, когда я говорю, каждый потом попадает, то есть здесь вот, что шел, что ребенок говорит о том, что надо не, вы знаете, вот не циклиться на той ситуации, надо как-то больше быть открытым, более доверчивым, более, знаете, здесь не хватает свежего взгляда на данную ситуацию, вы как будто бы хотите некой такой стабильности в этой ситуации, да, но здесь есть ощущение, что вот все-таки выстраиваете какие-то щиты, выстраиваете какие-то заборы вокруг вас, а это, наоборот, надо разрушать, да, то есть, наоборот, нужно учиться доверию, возможно, здесь даже и диалог, которому вы стремитесь, гармоничный, и нужно начинать с позиции доверительной, не с позиции того, что вот я сейчас пойду на переговоры, а я уже заранее знаю, чем это закончится, нет, а наоборот, здесь нужно как-то более открыто, что ли, здесь, вот, верой здесь не хватает просто веры, хорошо, что будет, если вы прислушаетесь ко всему тому, что я сказала, посмотрите, где у вас, в какой стихии, есть то, над чем нужно поработать, это стопроцентно, стопроцентно на земле, да, на материальном мире, да, с деньгами, в бытовом плане, и однозначно вам нужно поработать с вашим планированием, с вашими мыслями, да, намейте себе конкретно, то есть, здесь нет конкретики, здесь есть только желание, и то, что вы полагаетесь на высшие силы, вот, если вы это все пересмотрите, перестанете входить в какие-то иллюзии, фантазии, ну, и все, что я говорила ранее, то, что будет, как завершится, да, то есть, чем закончится ваша ситуация, смотрите, карта, это карта, видно, да, надеюсь, она называется нападение, когда две лошади, и сверху чудовище нападает на одну из лошадей, то есть, здесь некая такая пара, и чудовище нападает, как-то называется нападение, что будет, ну, во-первых, вы перестанете ощущать, что как будто бы на вас все нападают, и как вариант, вы перестанете нападать на других людей, вы будете, ну, желательно было бы, да, чтобы вы как-то прислушивались к каким-то предзнаменованиям, которые либо учились считывать знаки, потому что здесь-то вы просите о помощи высших сил, но вам кажется, что эта помощь, она должна быть в виде какого-то конкретного человека, который придет и вам решит эту задачу, да, ну, либо поможет, а карта здесь говорит о том, что помощь приходит, но она приходит немножко в ином формате, а вы ее не видите, получается, что вам кажется, что вас высшие силы не слышат, на самом деле это не так, здесь, возможно, в этом и заключается расширение вашего сознания, научиться считывать знаки и символы, то есть здесь обратить внимание, ну, здесь непосредственно вышла моя коллега, да, таролог, да, предсказание, смотрите, она держит карту таро, ну, в крайней мере, мне так хочется верить, что это таро, я не могу определить, что здесь нарисовано, но карта однозначная, то есть некое такое предзнаменование, то есть какая-то информация вам придет, когда вы перестанете ощущать, что мир на вас нападает, вы получите нужную вам необходимую информацию, и выпала карта королевы, и все разрешится благополучно, то есть вам нужно перестать ощущать вот эту вот воинственность, да, что мир на вас нападает, и поработать немножко с собой, непосредственно с анализом символов, и тогда вам вы получите, да, и выпал орган солнца, то есть тогда ваша ситуация разрешится. Вот такая вот у нас была первая позиция, и интересный, на мой взгляд, расклад звезды, звезды стихий, напишите, насколько вам понятно, то есть если вы перекладываете на свою ситуацию, то, что здесь было сказано, насколько это так, насколько вы увидели, например, в каком формате вам, ну, куда вам нужно двигаться, на что вам нужно обратить внимание, то есть насколько ситуация прояснилась, вот, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение на этот счет. Хорошо, вторая позиция, что мы делаем, мы рассматриваем ситуацию, ситуацию, может быть, любой, наша задача разобраться, провести анализ ситуации, и потом посмотреть, да, чем же она все-таки, как вариант, может закончиться. Так, отодвину, и выложу сразу карты. Так, что у нас тут происходит? Знаете, на самом деле, ваша ситуация, она какая-то такая немножечко, точно, она какая-то у вас здесь немножко перевернутая, то есть, такое ощущение, что есть некий такой раздрай в вашей ситуации, да, некое такое, ну, как будто бы стук на голову, да, все как-то поставлено, нету структуры, нету понимания. Давайте разберемся. Что же происходит? Ну, во-первых, общая карта, которая говорит, которая имеет главное влияние на вашу ситуацию, да, это тройка кубков, я прошу прощения, минутку, просто глаза мои, все-таки меня еще не оставляют в покое, и я иногда смотрю затуманено. Итак, о чем же говорит нам тройка кубков? Она говорит, знаете, о каком-то результате достаточно эмоциональном, что, возможно, вам не хватает эмоций, либо вообще на всю эту ситуацию, да, которую мы сейчас рассматриваем, влияет очень сильно ваш эмоциональный фон, не хватает какого-то праздника, легкости, да, есть желание получения, возможно, каких-то бонусов, да, премии, что ли, то есть, здесь вот желание веселья, легкости, это основная, так скажем, ваша фундаментальная позиция в данной ситуации, то есть, вы хотели бы, чтобы ситуация вообще, не только, чтобы она разрешилась, но вообще, чтобы эта ситуация, она для вас как-то стала более легкой, что ли, я не говорю о том, чтобы она была как праздник, но чтобы не было возможно столько сложностей, столько трудностей, непреодолимых, а здесь очень много мыслительного такого процесса, да, достаточно болезненного, а вам хочется, чтобы все-таки эмоции, да, если бы они присутствовали, то присутствуют, те, которые влияют, чтобы это были какие-то, ну, состояния достаточно легкие, мне кажется, что здесь ситуация, она вас перегружает эмоционально очень сильно, как будто бы тяготи, что вы думаете, да, на самом деле, что касается мысли об этой ситуации, да, то здесь, ну, во-первых, у вас есть желание завершить, перейти как-то на другой уровень, но с другой стороны, вы как будто бы думаете о том, что эту ситуацию надо поставить как-то на правильные, правильное русло, на правильные рельсы, что ли, здесь вы думаете о какой-то долгосрочной перспективе, о том, чтобы это было все стабильно, чтобы это было постоянно, с неким таким комфортом, да, о каком-то уюте, может быть, вы думаете о финансовом аспекте, либо вы думаете непосредственно о семье, но все ваши мысли, они непосредственно крутятся о некой долгосрочности, о стабильности, и мысли ваши, они тяжелые, на самом деле, потому что наличие стихии, мы расклад смотрим, да, я первая позиция сказала, второй нет, мы расклад смотрим на, по, скорее всего, по звезде стихии, поэтому очень часто я буду упоминать, да, здесь стихии не столько сами карты таро, вот здесь данный, да, аспект нашего мышления, он связан непосредственно со стихией воздуха, воздух это легкая энергия, да, это энергия достаточно подвижная, земля же является ее полным противоречием, и здесь есть некий такой конфликт, то есть земля, она как будто бы оттяжеляет ваши мысли, они становятся неподвёрными, они становятся неповоротливыми, то есть если воздух, он достаточно подвижный, и гибкий, изворотливый, то здесь не хватает, здесь вот как-то вот, знаете, как-то чуть четырехугольно, да, вот стабильно, постоянно, прям очень, чтобы было комфортно, удобно, и очень-очень тяжеловесно, здесь вот мысли, они тяжеловесно не прокручиваются, да, то есть как будто бы не берут обороты, да, то есть вы не можете придумать что-то, что будет даваться вам легко, но с другой стороны вы обдумываете какую-то, возможно, слишком сложную какую-то комбинацию, что-то, что-то, очень достаточно, знаете, многогранное, и вот как будто бы эту ситуацию сложно разрешить вам в голове, она, ну, знаете, она как кубик-рубик, да, вроде бы куб со многими сторонами, но в нём есть ещё маленькие вот эти вот квадратики, которые надо как-то подогнать, да, надо так раскрутить, и вот от этого становится очень тяжело. В чём же ваши мысли? Пылающее сердце и урожай, да, вы хотите, да, вот урожай тоже говорит, вынесу, второе, о каких-то достижениях, да, вы уже хотите получить какой-то непосредственный результат, то, чем ваше сердце загорелось в какой-то период, да, то, о чём вы, прям, знаете, вот импульс был такой, что я хочу это, да, я хочу это получить, либо создать, вот чем-то ваше сердце очень загорелось, и вы хотите уже получить результат, вы об этом думаете, но здесь ваши мысли, они не про одержимость, они не про зацикленность, они про достаточно такую, знаете, многоуровневую, я бы сказала, да, такую вот простройку, то есть многоходовку, очень много разных аспектов, там надо подогнать очень много разных вещей, да, одновременно, чтобы что-то получилось, вот вы об этом думаете, но вот это вот желание, да, оно у вас есть, то есть это не просто идея, какая-то мысль была, а это желание, оно, говорит, то есть ваше, оно идет от вашего сердца, вот эта вот ситуация, в которой вы мыслите, вы уже готовы получать какой-то там урожай, уже готовы получать результаты, но либо вы о них говорите, хотите их, либо вы уже готовы это принять, но пока это вот все, что касается ваших мыслей, и я уже вижу некое противоречие здесь, почему? Потому что основа вашей ситуации, она все-таки завязана на, на кубках, на эмоциях, на состоянии, на легкости, но мысли, они уже тяжелые, и здесь уже идет, вот даже из этого момента видно, что уже идет некое такое противоречие, хотя казалось бы, что вода, она наоборот облагораживает, да, землю, то есть зелень начинает расти, урожай получаем, да, что вот если бы вы действительно привнесли в свои мысли, да, вот в данном консистекте некую легкость, это возможно уже была бы какая-то развязка решения, да, вашей данной ситуации, но ее этой легкости нет, то есть нету какой-то чувственности, нету эмоциональности, нету гибкости, здесь вот прям все структурно, по полочкам разложено, все понятно, ясно и известно. Хорошо, а что же касательно наших эмоций, да, то есть стихия воды, что она нам говорит, наши эмоции касательно данной ситуации, а вот в эмоциях у нас здесь подавляет стихия, стихия огня, жезлы, да, четверка жезлов говорит о некой такой стабильности, то есть в эмоциях у нас наоборот произошло некое такое выгорание, эмоциональное выгорание, почему, потому что влияние вот именно огня, вот этого вот желания, да, то есть вы так долго возможно это хотите, очень стабильно чего-то хотите, что уже эмоции по сути-то вам и не хватает, то есть уже эмоций никаких нету, как будто бы уже есть некое перегорание, в мыслях еще вы это держите, а здесь в эмоциях уже нету такого яркого что ли, ну уже эмоции, они стали какие-то такие, достаточно стабильные, да, стабильные, и вы уже на самом деле, знаете, сомневаетесь, а мое ли это вообще, а смогу ли я вообще как-то эту ситуацию разрешить, вы уже где-то находитесь в какой-то развилке, да, уже в каких-то сомнениях, вот ваши чувства, они могут быть двоякими, то есть в зависимости от того, в каком окружении вы находитесь, вы как-то себя и проявляете в соответствии с данным окружением, то есть возможно здесь даже и окружение очень сильно на вас влияет, то есть возможно у вас на эту ситуацию, да, имейте ввиду, вы для себя знаете четко эту ситуацию, но влияние других лиц, вы как-будто бы подаете всех манипулированию и ваши эмоции, они как-то знаете, то так, то сяк, вот как-то вот двойственно проигрываются, да, вроде бы вам говорят, допустим вас мотивируют люди, да, и вы загорелись и снова хотите, и появляется вера в то, что вы сможете, да, решить эту ситуацию, а потом появляются какие-то другие люди, и вы как-будто бы под их давлением, сори, э, спит, моя пси не зашла, фи-я-пу-но, пи-я-с-ти-я-я, так, ну вот видите, собака пришла, да, что вы как-будто бы под влиянием других людей меняете как-то и, сейчас я закрою немножко, сори, окошко, потому что будет шумно, вот так, под давлением других людей, либо под влиянием других людей, вы как-будто бы меняете свое, свое состояние, то есть нету какой-то вот у вас стабильности, да, касательно той ситуации, которая у вас происходит, что касается того, как вы реализуете себя, вот ваши амбиции, да, желания проявить как-то самостоятельность, да, как-то вот решить, как вы решаете эту задачу непосредственно в социуме, да, то есть как вы проявляете, что вы показываете людям, да, либо самому себе непосредственно в социуме касательно данной ситуации, как вы ее решаете, выпадает королева мечей, знаете, вы ее, по крайней мере, решаете достаточно, я бы сказала, холоднокровно, то есть без эмоционально, правильно, потому что эмоции у нас-то здесь, по сути-то, они и выгорели-то уже, да, где-то уже как-то перехотелось, и здесь вы включаете логику, вы показываете себя с одной стороны, человека, который держится на расстоянии, да, однозначно вы справедливы, да, вы добиваетесь, вы больше транслируете себя в данной ситуации, как человека абстрагированный, человек, который все взвешивает, который все просчитывает, человек, который скрывает свои эмоции, но при этом умеет достигать того, что он хочет, то есть вы показываете себя здесь, в контексте данной ситуации, что, знаете, каким-то лидером, что я решаю эту ситуацию самостоятельно, то есть я делаю выбор, то есть я как будто бы позволяю этой ситуации либо быть, либо не быть, независимо от данной ситуации, что происходит, по крайней мере, вы себя так транслируете, что даже если это какая-то сложная ситуация, у меня все под контролем, да, я могу ее решить, то есть если что не разрешается сейчас, на данный момент, то это только потому, что я этого хочу, то есть я могу делать выбор, да, я управляю этой ситуацией, вы себя позиционируете очень жестким человеком, но не просто так, то есть люди понимают, что вот эта вот ваша жесткость, да, расчетливость, я бы так сказала, она связана как-то с вашим прошлым опытом, то есть вы, опираясь на свой прошлый опыт, ведете себя аналогично, не случайно, не просто так, а опыт у вас, он был достаточно болезненный, вы очень мудрый человек, выпадает луна и дракон, и та и другая энергия, она касательно знаний, и знания они у вас есть, да, и еще раз напомню, что вы справедливый человек, вы не просто так, вы все взвешиваете, вы отдаете себе отчет, и реализуете вот эту вот ситуацию, достаточно, еще расскажу, холоднокровно, но иногда бывают такие моменты, что вы сами не совсем понимаете, то есть как-то, знаете, бывают моменты, когда вот возможно влияние других людей появляется, хочу сказать, как будто бы берега, то есть вы путаете свои какие-то вот эмоции, и вдруг теряетесь, такое ощущение, что, ну, вроде бы все, я знаю, как идти, я знаю, как решить эту ситуацию, но в какой-то момент ощущается такая некая потерянность, а что сейчас произошло, что-то как будто бы тумана, может быть, какое-то слово другого человека, либо какой-то момент, какой-то аспект, вот он, а я это как-то не подумала, я это не прочитала, не прочитала, да, то есть как это, как я мог, либо могла это упустить из виду, и вот это вот вас вводит в какое-то такое, какое-то такое непонимание, но имейте в виду, что это как-то вот пыль в глаза, да, так есть такое же там выражение, пыль в глаза бросает, то есть как будто бы вот кто-то специально вас как-то вот путает, да, добавляя вам каких-то новых, периодически какую-то новую вам информацию, но эта информация, она лживая, а иногда бывает так, что вы доверяетесь тем людям, которые для вас считаются авторитетом, но информация от них, она вам непонятна, да, либо они осознанно вас обманывают, да, хитрят, либо информация, которая идет от этих людей, она вам не совсем понятна, то есть сейчас о чем это было? Ну да, здесь однозначно речь идет об информации, о каких-то знаниях, то ли вам скрывают от вас какие-то знания, да, в контексте ситуации, опять-таки, да, мы помним, о чем мы разбираем, вашу ситуацию, либо скрывают осознанно от вас какую-то информацию, да, причем это люди, вот мне кажется, что это может быть либо парочка, либо это мужчина и женщина, вот здесь вот два персонажа вышли, которые могут даже не скрывать, а умалчивать, да, как будто бы это во благо вам, чтобы вы не переживали, чтобы вы не волновались, либо не договаривают что-то, а вот здесь вот такое вот может быть, но вы, лидер, вы можете эту ситуацию разрулить, по крайней мере, вы это транслируете, вы это показываете, хорошо, а как эта ваша ситуация, она проявляется в стихии земли, то есть материальной там аспекте с деньгами, с результатами, непосредственно на земле, что у вас происходит, в голове мы поняли, там есть структура, четко понятно, все, что вы хотите, что у нас происходит непосредственно на земле, а здесь опять-таки идет противоречие, причем смотрите, в унисон непосредственно, когда мы рассматривали стихию воздуха, выпадали пендакли, а здесь наоборот, в стихии земли, в пендакли, у нас выпадают мечи, причем не просто мечи, а десятка мечей, да, то есть здесь опять-таки идет противоречие, но здесь уже оно такое достаточно, вот эти вот ваши мысли, да, не вас убивают, но здесь результат, такое ощущение, что вот уже все, уже концовка, то есть потом уже должен пройти переход, вот прям непосредственно в вашем мысли, они как будто бы влияют на тот результат, который вы хотите получить, да, причем они влияют каким образом, вы как будто бы сами себя ограничиваете какими-то возможно убеждениями, правилами, привычками, то есть либо вы очень много думали, что вы как-то вот сами себя убиваете, да, результат по факту, это только ваша усталость, это ваши какие-то вот безрезультатные действия, то есть все, что вы делаете, это ни к чему не приводит, не дает никаких результатов, да, выпала карта сирены и игры, здесь такое ощущение, что вот вы просто не прочитали, вот здесь вот как раз-таки эта причина, она в вашей голове, вот в ваших мыслях, вот здесь вот стихи воздуха, что мы сказали, потому что как результат этого всего, то есть здесь десятка, здесь десятка завершений, вроде бы переход никак не может совершиться, потому что прислушиваетесь, а причина, она вот здесь, в социуме, она с социумом связана, проявление, то есть там, как вы достигаете, да, с одной стороны, влияние ваших эмоций, на ваши эмоции влияет ваше окружение, либо люди очень сильно влияют, вот это вот ваше неуверенность, шаг назад, потом шаг вперед, два назад, вот это вот некий маятник, и туда хочу, и не хочу, и хочу это получить, и не хочу, и правильно, и неправильно, сирена, та, которая в мифологии прекрасно поет, для странников, да, Одиссея, заманивая на свой собственный остров, в виде прекрасной, женщины, для того, чтобы потом убить, и здесь десятка мечей, как раз таки говорит о смерти, да, о завершении, то есть нужно прекратить слушать, то есть ваши какие-то слухи, да, они влияют очень на ваш результат, и с финансами это, да, все как будто бы как-то по наслышке, и выпала карта игры, говорящая о том, что не по тем правилам вы играете, вам нужно поменять правила игры, чтобы получить тот результат, который вы хотите, потому что вот в этой игре, в ту, которую вы играете, причина связана как раз таки с упорством, что вы слишком, а мне вот идет, карта упорства, мне идет упрямство, да, что где-то вы упрямничаете, да, что вот так, смотрите, здесь королева мечей, достаточно рациональная, да, мечевая, та, которая все продумывает, здесь выпала карта игры, в мыслях у нас опять-таки земная стихия, когда все структурировано, то есть слишком все по правилам, слишком так, как нужно, где-то вот с трудом вы проталкиваете себя, где-то вот, знаете, силой продавливаете, вот именно продавливаете пространство для того, чтобы получить, поэтому результатов как такового нету, холод, опять выпала карта холода, говорящая как раз-таки о том, что вы, знаете, вот убираете эти эмоции, а помните, что влияние на весь расклад, на всю ситуацию, непосредственно на тройку кубка, вы хотите легкости, но вы эту легкость нигде абсолютно не выбрали, кубки, которые бы показывали о том, что вы эту легкость проявляете нигде, абсолютно нигде, везде структурно, понятно, жестко, тяжело, стратегически, ну вот слишком много воздуха, я бы сказала, да, и земли, и не хватает вот именно вот этого вот воды и огня, поэтому результат вы получаете такой, что в холоде, да, замерзшие эмоции, не хватает этих эмоций, не хватает чувств, и они вас ранят, причем, что холод может превратиться в лед, и порезать он, может быть таким очень тонким, да, что, ну, как нож, как скальпель, может ранить, как в десятке мечей, можете сами своими эмоциями пораниться, то есть своими чувствами вы сами себя можете ранить, какая энергия все-таки влияет на вашу ситуацию, вы знаете, на вашу ситуацию, ну, и так, как я говорила, в первой позиции, да, когда мы рассматриваем звезду стихий, в противоположность, да, именно позитива, у нас идет на земле негатив, вот этот вот негатив, который проявляется, да, через сущность, у нас выпало солнце, солнце, это позитивный аркан, но мы же рассматриваем ту энергию искаженную, которая влияет на нас, да, то есть, для коллег, торологов, да, скажу, что общее влияние, это древо сфероты у нас, ну, то есть, позитивное, да, и у нас вот здесь вот выходит ройка кубков, а в противовес у нас идет древо клепот, то есть, вот проявление наших низменных каких-то качеств, да, теневых каких-то аспектов, и выпадает солнце, а солнце, ну, уже много раз, наверное, вы слышите в других раскладах, это непосредственно теневые аспекты нашей гордыни, нашего эго, нежелание проявлять себя как лидер, хотя лидерские качества по королеве мечей у вас присутствуют, то есть, влияние на всю эту ситуацию негативно непосредственно ваше эго, а мы говорили о том, что мысли жесткие, что правила, что очень много ограничений, это и есть проявление эго, поэтому на вашу ситуацию влияет ваша собственная характер, его минусы, проявление его минусы, эгоцентричности, когда вы, возможно, где-то перетягиваете на себя это дело, то есть, вы хотите быть в центре, да, вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, что здесь о солнышке, мухе, ну, вот как раз-таки мухи, да, у меня выпадают как некие сплетни, возможно, вот очень много слов, очень много мыслей, может быть даже и негативном ключе, я уже говорила о том, что где-то вы здесь негативно мыслите, как-то, может быть, сами себе внушаете что-то, да, мухи также могут говорить о том, что у вас как-то вот все вместе, да, хоть вы по десятке педаглей, все хотите разложить по полочкам, но здесь возможно, на ситуации, когда мы смешиваем все воедино, возможно, нужно разделить, здесь есть какие-то моменты, которые нужно разделять, а вы как-то все вместе в одну кучу, так, карта лесного тролля, ну, вот такое ощущение, что кто-то над вами потролливает, да, то есть насмехается, либо здесь энергия, когда вы как-то хитрите, да, вы как будто бы проявляете вот ваше качество характера, тогда вы подсмениваетесь над кем-то, да, может быть, иронизируете, где-то с ехидством, где-то возвышаетесь, помните, там сейчас рассмотрим негативный аспект вашего характера, вот он влияет на эту ситуацию, то есть он как будто бы вселенная возвращает именно вот это вот качество, где-то, может быть, вы сами себя обманываете, и в минусе как раз и здесь выпала карта Дева, которая говорит о чистоте намерений, да, как раз таки в прямом положении Солнца, и вот из всех арканов, которые здесь были, Солнце – это великий аркан, и он выпал как раз и на негативный аспект вашей ситуации, который говорит о том, что он очень важен, он очень значимый, это ключ к решению вашей задачи, именно здесь о чистоте ваших побуждений и намерений, то есть до тех пор, пока ваши намерения и побуждения не будут чисты, вы как будто бы не сможете решить эту задачу уж слишком, какая-то, может быть, здесь ваша выгода, что-то здесь не совсем чисто, вот какая-то хитрость, какой-то обман присутствует, и он ведь и здесь присутствовал, да, вот эта вот энергия, это может быть не только с вашей стороны, да, но это может быть со стороны других людей, не важно, важно, что вот эта вот сила, да, искаженная, она проявляется, она проявляется о том, что здесь как-то могут и люди внешне, да, влиятные на вашу ситуацию, но если это не про людей, не про внешнее ваше окружение, то это ваши внутренние качества, имейте в виду, хорошо, совет, что же решит все-таки эту задачу, а решат у нас опять стихия земли, опять тяжелое решение, да, то есть в этом-то в принципе, то есть мысли-то и не случайно они у нас земные, вы не витаете в облаках и решение оно тоже должно быть на земле, оно непосредственно связано с ожиданием, я посмотрю в каком контексте либо вам нужно ждать, либо наоборот не ждать, да, я посмотрю на решение, здесь заключается как раз-таки именно в результате, здесь понимаете, здесь напрямую карты говорят о том, что если вы хотите разрешить эту ситуацию, да, вам нужно перестать обманывать, схитрить, вот здесь должна быть вот эта вот хитрость какая-то по лисе, либо если это не хитрость, а ваше качество, как здесь мы видели, да, это будет как по семерке мячей, некий самообман, вот с этим и выпала карта смерти нужно завершать, то есть завершить как-то обманывать себя в чем-то, либо хитрить самим собой, либо умничать, это тоже может быть, то есть решение, оно связано с этим, но здесь вопрос о времени, то есть о чем здесь речь идет, а, вот, и как раз я сказала о времени выпала карта, которая называется прошлое, вот здесь вот вам нужно перестать ждать что-то из прошлого, вот здесь вот ключ оказался в вашей, вот этой ситуации, он с прошлого, то есть здесь не новая какая-то ситуация, вы давно хотели ее как-то разрешить, видимо, вот, и у нее корни уходят далеко в прошлое, поэтому решение, оно непосредственно связано с тем, что хватит ждать, да, здесь однозначно нужно перестать ждать, не, не это, да, здесь нужно уже начать жить, то есть перестать быть в этих мыслях, перестать себя обманывать, а начать принимать какие-то конкретные серьезные действия, шаги, какие именно, ну, вот Феникс выпал, видите, перерождение, вам нужно все заново реализовать вот эту вот королеву мечей, королева мечей, она, в принципе, легка на подъем, на перемены, готова идти, двигаться, в будущее, то есть здесь то ощущение, что вот решение вашей задачи, оно непосредственно связано с реализацией вот в социуме, именно проявление себя для решения данной задачи, то есть как вот в социуме здесь, мне кажется, самый основной аспект играет, да, безусловно, ваши мысли, вот, но именно движение вперед и то, как вы заявите о себе в социуме, здесь нужно переродиться, здесь нужно перестать печалиться, да, почему, и вот эта вот печаль, то есть вы уже настолько в эмоциях, помните, привыкли, стабилизировались, ощущение, что вот как будто бы свои собственные эмоции уже не выражаете, а основа всего нашего расклада заключалась в том, что вам нужна тройка кубков, легкость, праздника и вот это вот перерождение, то есть вот эта ситуация, она должна завершиться тем, что вы должны переродиться в своих ощущениях, да, это должно произойти изнутри, да, вы как будто бы себя заказываете за что-то, за какие-то свои прошлые грехи, вот, и попадает как раз таки цветок, говорящий о том, что это долгий путь, эта ситуация, она у вас не сейчас, она достаточно долгая, и вы через какие-то препятствия, сложности, которые проходили в данной ситуации, вы шли очень долго к решению этой задачи, на этом процессе, вы, в этом процессе, вы набирались опыта, очень много опыта, поэтому и стали здесь достаточно мудрыми, да, вот, и здесь как раз таки вам в решении и необходима чистота, чистота, побуждение, еще раз, повторение, что вторит наши деды, хорошо, какой результат вы получите, если вы все-таки прислушаетесь совету о прошлом, перестанете хитрить, обманывать себя, других в голове, умничать, да, проявлять свои вот эти вот негативные аспекты, какой результат, чем завершится, да, чем закончится эта ситуация, ну, как вот эту карту можно интерпретировать, карта называется радость, чем закончится, да, вот радостью и закончится, это как один из вариантов, да, потому что необходимо сделать вот все вот это переосмысление, необходимо прислушаться к совету, и только тогда один из вариантов, это не так, что именно так будет, да, все зависит от вас, вашего влияния, насколько вы все это подумаете, выдумаете, переосмыслите, тогда один из вариантов, а их может быть несколько, всадника будет радость ну то есть реализация да и выпала карта всадника говорящий о том что вы двинитесь вперед как раз таки параллели мечей вы будете готовы двигаться вперед и кто-то ждет чтобы что-то там открылись как-то дороги границы они открываются либо вы получите какую-то весть издалека да и и вот приходите как раз таки к тому что вы хотели по тройке кубков радости легкости в конечном итоге выпала карта безмятежности то есть вы приходите к спокойствию внутреннему спокойствию себя да и книга ну то есть и получите все необходимые вам знания которые здесь вам перекрывали вот книга наверное да нет легкостью все-таки я и завершу этот расклад вот такой у сегодня на мой взгляд интересный расклад о звезде стихи посмотрели сегодня я хотела вам показать вот в этом раскладе как на самом деле можно работать с тороп по стихиям что это в принципе не противоречит а наоборот идет согласие потому что торопь себе несет непосредственно работу со стихиями я сказал уже вступление о том что все таки это не совсем прорицательная система для меня вот система непосредственно связанная со многими другими знаниями в том числе и магическими но не в понимании колдовства хотя да хотя такой тоже есть да то есть непосредственно работа со стихиями до ритуалы упровождением вот такой расклад был не знаю понравился нет когда я пробовала тестировала вода себе для своих для своей какой-то личной задачи которая у меня стояла она мне прояснила очень много вот смотрите пока я рассматриваю да я последнее время стала зажигать вещи просто для атмосферы мне нравится и как раз и у меня вот это рисок у нас называется не знаю как по-русски называется краски вот она закончилась и начала дымиться показать того что завершение здесь ситуации произойдет все мои дорогие я с вами прощаюсь надеюсь этим вам было интересно мне было классное настроение даже не хочу с с вами расставаться обязательно нажимайте на колокольчик как я поняла это очень важно для канала чтобы вы видели мои видео новые и не теряли их обязательно нажмите на колокольчик ставьте лайки дизлайки не имеет абсолютно никакого отношения главное чтобы рейтинг поднимался да потому что последнее время расклады мои не видны вот и если все вместе приложим усилия то опять они будут видны как вам так и многим другим для меня это будет еще большая мотивация для того чтобы продолжать делать то что я очень люблю с любовью для вас а я прощаюсь пока пока